А кто это ест? Мой муж идейный трезвенник. Что, совсем ни капли в рот не берет? Нет, берет. Но идею побывать когда-нибудь трезвым все-таки вынашивает. Перед следующим анекдотом рекомендую канал «Есть поесть», где вы найдете по возможности самые вкусные рецепты из простых и доступных продуктов. Ссылка в описании. Сколько лет ложусь с краю? Ни волчок, ни монстр за бочок так и не пришли кусать. По краю ходишь, парень. Тебе просто повезло все эти годы. Доктор, мой муж серьезно болен? Что делать? Прежде всего нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит. Болит, ботико. Ухотник в полном снарожении встречает приятеля. Приятель спрашивает, куда это ты собрался? Ведь охотничий сезон уже закончился. Ухотник говорит, да, но моя жена об этом пока не знает. Подруга, все-таки я ему доказала, что он полный идиот. Ха, странно. Как ты могла его убедить, если он идиот? Ха, 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 ха. Начхим и Начпрот убедают в своей столовой. Им принесли второе. Начпрот две котлеты, а Начхиму одну. Начхиму взмущается. Как это так? Тебе два. Начпрот говорит. А я бы не удивился, если бы ты одел два противогаза. Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар капроновых колготок. Нафига мне колготки? Ну, если ты не будешь носить, я буду. Все, завтра же подаю на развод. Хватит, натерпелось. Ну вот, опять завтра. А сегодня тебе некогда. Вечно ты занята или устала, или голова болит. Петлюха влюбился в Матрёна за то, что она была молчаливая и стройная. И только после свадьбы он обнаружил, что она была молчаливая, потому что не могла одновременно втягивать живот и говорить. Привет, братан. Привет, что случилось? Хочу сводить свою девушку поужинать, но я на мели. Ничего страшного. Для этого и существуют друзья. Правда? Я сам завтра свожу её поужинать. Доктор Петров, вы съели две палки докторской колбасы. А как вы догадались? Это же потому, что я доктор. Нет, Петров, это потому, что вас колбасит. Подписываемся, кликаем на колокольчик.